В гимназии номер 36 поселились бумага Ешки, Гринбокс Семен и Экобокс Анатолий. Так ученики школы назвали красиво оформленные коробки для сбора макулатуры. Акцию «Зеленая школа» поддержали практически в каждом классе. Причем некоторые ребята сделали экобоксы и для отработанных батареек. Коробки наполняются бумагой и это очень нужно, потому что, чтобы не собирать макулатуру даже из дома, и нужные бумажки мы собираем в эти коробки. Творческие работы ребят будут оценивать по нескольким критериям. Оригинальность слогана, название и оформление. Есть экобокс-светофор, чемодан и даже машина скорой эко-помощи. Мы, как класс, который проводит эту акцию, решили сделать два экобокса, чтобы спасти больше деревьев и сохранить нашу планету. Инициатором конкурса экобоксов выступил экологический отряд «Дети Земли», который создан на базе 7-го Б-класса. Ребята уже третий год проявляют заботу братьям нашим меньшим и окружающей природной среде. Они занимаются и помощью бездомным животным, большой проект был разработан, Дайру Кулапи. Также акции по сбору пластиковых крышек, крышка в дело, акция по сбору отработанных батареек, ежики должны жить, акция по сбору макулатуры. И ребята активно принимают участие в конкурсе на старт-тек отряд РДШ. И, собственно говоря, благодаря этому конкурсу ребята занимаются исследованиями экологическими, экологическими выполняют вот эти задания, которые в последнее время сейчас вывели на создание экобоксов в школе. Перед гимназией стоит задача уменьшить количество мусора, которое производит школа как учреждение. Ребята провели целое расследование, чтобы узнать состав мусора. Выяснилось, наибольший объем занимает бумага. Вы представляете, только с одного кабинета в течение года где-то около 15 килограммов бумаги, которая раньше шла просто в мусорные контейнеры. А у нас в школе 50 кабинетов. То есть, представляете, какую мы можем помощь оказать природе, и эта бумага не будет выброшена, пойдет на точную переработку. По итогам акции на дверях кабинетов самых зеленых классов появятся специальные значки. Так, педагоги решили поощрить ребят, которые не на словах, а на деле заботятся о природе. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.